В ночь с понедельника на вторник, похоже, поставлена точка в истории многострадального бывшего дома культуры Рыбфлота, расположенного в самом начале улицы Шевчука. Здание, построенное в 1957 году, фактически заброшено уже 10 лет. Трёхэтажное строение разваливалось, подвал был затоплен после наводнения. Здание загорелось в три часа ночи изнутри. Огонь распространился по деревянным перекрытиям, пламя выжгло дворец изнутри. Фактически от него остались только стены, несмотря на то, что тут половину ночи работали 11 расчетов. Площадь возгорания была оценена в тысячу квадратных метров. Жизнь в Доме культуры, где были кружки, сцена и кинозал, замерла в середине 90-х. Здание взял на оперативное управление Институт искусств и культуры. Здесь проводились занятия. Студенты отсюда исчезли, потому что денег на капремонт стремительно ветшающей недвижимости у вуза не нашлось. Корпус в итоге остался без присмотра и вскоре стал местом мрачных игр, абандон фотосессий и точкой обитания бродяг. Мне один год хранился мусор. Это, конечно же, вызывало осложнения при тушении пожаров. Здание старое, третьей степени огнестойкости, внутренние перегородки, межэтажные перекрытия деревянные, поэтому пожару ничего не мешало приобрести большую площадь и быстро развиться. Предварительно жертв масштабный пожар не повлек. Утверждать это с уверенностью можно будет только после полного разбора завалов. Объект был обесточен, короткое замыкание как причина пожара исключается. Похоже, это был поджог. Войти в здание мог любой желающий. Беспризорные ДК не так давно пытались продать вместе с землей за 29 миллионов. Однако нового хозяина советское здание так и не обрело, сгорев на 64-м году жизни при туманных обстоятельствах. С места происшествия Константин Кавишников Анастасия Манина и Андрей Алфёров.